Юлия Борисовна Гиппенрейтер «Общаться с ребёнком. Как?» «Можно ли что-то поправить? Как?» Предисловие к первому изданию Практика воспитания изобилует подобными вечными вопросами. Может ли психология помочь родителям, учителям, воспитателям в их решении? Безусловно, может. В последние десятилетия психологи сделали ряд замечательных открытий. Одно из них – о значении стиля общения с ребёнком для развития его личности. Теперь уже стало бесспорной истиной, что общение так же необходимо ребёнку, как и пища. Малыш, который получает полноценное питание и хороший медицинский уход, но лишён постоянных контактов со взрослыми, плохо развивается не только психически, но и физически. Он не растёт, худеет, теряет интерес к жизни. Анализ многочисленных случаев смерти младенцев в домах ребёнка, проведённых в Америке и Европе после Первой мировой войны, случаев необъяснимых с одной лишь медицинской точки зрения, привёл учёных к выводу – причина – неудовлетворённая потребность детей в психологическом контакте, то есть в уходе, внимании, заботе со стороны близкого взрослого. Этот вывод произвёл огромное впечатление на специалистов всего мира – врачей, педагогов, психологов. Проблемы общения стали ещё больше привлекать внимание учёных. Если продолжить сравнение с пищей, то можно сказать, что общение может быть не только здоровым, но и вредоносным. Плохая пища отравляет организм, неправильное общение отравляет психику ребёнка, ставит под удар его психологическое здоровье, эмоциональное благополучие, а впоследствии, конечно, и его судьбу. Проблемные, трудные, непослушные и невозможные дети, так же, как и дети с комплексами, забитые или несчастные, всегда результат неправильно сложившихся отношений в семье. Мировая практика психологической помощи детям и их родителям показала, что даже очень трудные проблемы воспитания вполне разрешимы, если удаётся восстановить благоприятный стиль общения в семье. Основные черты этого стиля определились в результате огромной работы психологов-гуманистов, теоретиков и практиков. Один из основателей гуманистической психологии известный американский психолог Карл Роджерс назвал его личностно-центрированным, то есть ставящим в центр, внимание, личность того человека, с которым ты общаешься. Основные черты этого стиля определились в результате огромной работы психологов-гуманистов, теоретиков и практиков. Один из основателей гуманистической психологии известный американский психолог Карл Роджерс назвал его личностно-центрированным, то есть ставящим в центр, внимание, личность того человека, с которым ты общаешься. Гуманистический подход к человеку и человеческим взаимоотношениям составил идейную основу этой книги. Он противостоит авторитарному стилю воспитания детей, который долгое время бытовал в наших школах и семьях. Гуманизм в воспитании основан прежде всего на понимании ребенка, его нужд и потребностей, на знании закономерности его роста и развития его личности. Стиль общения, с которым вы познакомитесь в этой книге, базируется на таких знаниях. Прежде чем приступить к основному содержанию, сообщу об одной очень важной закономерности, обнаруженной практическими психологами. Оказалось, что большинство тех родителей, которые обращаются за психологической помощью по поводу трудных детей, сами в детстве страдали от конфликтов с собственными родителями. Специалисты пришли к выводу, что стиль родительского взаимодействия непроизвольно записывается, запечатлевается в психике ребенка. Это происходит очень рано, еще в дошкольном возрасте, и, как правило, бессознательно. Став взрослым, человек воспроизводит его как естественный. Таким образом, из поколения в поколение происходит социальное наследование стиля общения. Большинство родителей воспитывают своих детей так, как их самих воспитывали в детстве. «Со мной никто не возился, и ничего, вырос», говорит папа, не замечая, что вырос, то он как раз человеком, который не считает нужным и не умеет заниматься сыном, наладить с ним теплые дружеские отношения. Другая часть родителей более или менее осознает, в чем именно заключается правильное воспитание, но на практике испытывает трудности. Бывает, что теоретическая разъяснительная работа, проводимая психологами и педагогами, из лучших побуждений, приносит родителям вред. Они узнают, что делают все не так, пытаются вести себя по-новому, быстро срываются, теряют уверенность в своих силах, винят и клеймят себя, а то и выливают раздражение на детей. Из всего сказанного следует сделать вывод. Родителей надо не только просвещать, но и обучать способам правильного общения с детьми. Этим и стали заниматься практические психологи. Обучаться, конечно, лучше всего в живом общении. Во многих странах уже не одно десятилетие существуют курсы общения для родителей. Только в США через такие курсы прошли сотни тысяч матерей, отцов, а также учителей. И снова открытие. Оказалось, что многие родители гораздо более готовы к изменению стиля общения в семье, чем предполагали психологи. В результате обучения взрослые не только смогли прекратить холодную войну с детьми, но и установили с ними глубокое взаимопонимание. О другом замечательном результате сообщают родители, которые успели пройти курсы до наступления у детей переходного возраста. Они вовсе не нашли этот возраст трудным ни для себя, ни для своих детей. В результате в нашей стране курсы общения для родителей, их еще называют группами или тренингами, тоже стали приобретать все большую популярность. Хотя их, конечно, все еще слишком мало, чтобы удовлетворить огромную накопившуюся потребность в практических психологических знаниях. Долгое время наши читатели были также лишены книг по практической психологии. В этом смысле мы сильно отстаем от западных стран, где в последние десятилетия изданы десятки практических руководств для родителей и учителей. Несколько лет назад я задалась целью освоить одну из самых популярных программ тренинга общения, разработанных в США Томасом Гордоном и изложенных в его книгах «Тренинг родительской эффективности» 1970 года и «Тренинг учительской эффективности», 1975 года. В результате проведения многочисленных групп с родителями и учителями удалось собрать материал для этой книги. Она сохраняет общую схему программы Гордона, но вместе с тем дополнена идеями и практическими приложениями, разработанными другими авторами зарубежной и отечественной психологии. Из отечественных ученых прежде всего Выгодским, Леонтьевым, Гальпериным. Некоторые теоретические взгляды я старалась излагать так, чтобы они были созвучны русской культуре, соответствовали уровню и характеру знаний наших родителей и учителей, соотносились с их установками, нормами и ценностями. Почти все примеры, помещенные в этой книге, взяты из российской действительности, хотя подчас они удивительным образом повторяют эпизоды, которые находишь в американских книжках по этой тематике. Мне хотелось сделать эту книгу полезным практическим руководством как для участников тренингов, так и для тех, кто хочет или вынужден осваивать искусство общения самостоятельно. Поэтому первая часть написана в форме уроков и включает упражнения, вопросы и примеры. Каждый урок содержит небольшой, но важный, а подчас и трудный для усвоения материал. Необходимо делать задания к урокам, а не только читать их текст. Очень важно почувствовать и пережить первые успехи в ваших практических пробах после каждого урока и только потом двигаться дальше. Постепенно вы станете обнаруживать чудесные перемены в вашей ситуации с ребенком, даже если вначале она казалась безнадежной. В книге вы также найдете популярное изложение некоторых научных сведений, результатов, исследований и экспериментов, а также письма родителей, которые иллюстрируют темы наших практических занятий. Чтобы не нарушать линейное движение по урокам, мы решили оформить этот материал в виде отдельных блоков, боксов. Их можно читать и независимо от текста уроков. В ходе подготовки книги родилась идея включить часть, посвященную трудному переходному возрасту, теме, составляющей не менее половины всех жалоб и обращений за помощью. В ней вы найдете описание одной реальной истории помощи трудному подростку, и мы вместе сделаем попытку провести анализ как бы в обратном направлении, от живого процесса к конкретным знаниям и навыкам, которые и составили содержание всех наших предыдущих занятий и таким образом еще раз убедиться в их действенности. В заключении я очень хочу поблагодарить всех, кто участвовал в наших тренингах, родителей, учителей, воспитателей школ и детских садов, студентов психологического факультета и слушателей спецпотока МГУ. Вы искренне делились вашими проблемами, переживаниями, пробами, ошибками и снова пробами. Малейший успех каждого из вас поддерживал и вдохновлял остальных, и многие к концу наших занятий достигали глубоких сдвигов в понимании себя и своих детей. Ваши поиски и успехи, напряженный душевный труд нашли отражение в этой книге, и я надеюсь, вдохновят вступить на этот путь многих и многих других родителей, педагогов и воспитателей. Профессор Гиппенрейтер. Москва, 1995 год.